Дорогие люди, добрый день! Мы сегодня с вами поговорим о том, что важно для развития речи ребёнка с 3 до 5 лет. Я перечислю вам 15 пунктов. И я их не просто перечислю, но и расскажу, как сделать развитие речи частью своей жизни. Потому что в чём преимущество игр на развитие речи? Очень часто для того, чтобы развивать речь ребёнку, да и взрослому человеку, не нужно практически ничего иметь под рукой. Вот 10 пунктов из 15 будут те пункты, которые можно реализовать по пути на работу, по пути в садик, по пути в школу, когда вы где-то в очереди находитесь, когда вы сидите за столом, когда вы готовите еду. То есть вам для реализации 10 пунктов из 15 нужен только ваш род и ваше время, ваше желание, ваше участие непосредственно активное. Потому что мы всегда с вами говорим о том, что я вам часто напоминаю о том, что по сути дела ни одна игра, ни одно пособие, ни одна игрушка не будет работать без заинтересованного взрослого. А когда взрослый заинтересован, когда у вас есть настроение, ресурс, время, возможности, желание позаниматься, то это можно сделать просто из подручных средств или вообще без всего, имея только себя в наличии. А для того, чтобы вот этот ресурс был, для того, чтобы желание было и для того, чтобы находить время, очень важно, чтобы это было всё организовано в голове. Вот, собственно говоря, это то, чем я занимаюсь на этом канале. Я пытаюсь организовать ваши мысли в голове, потому что когда они организованы, у вас гораздо меньшее количество ваших ресурсов всевозможных уходит на то, чтобы понять, а чем бы с ребёнком позаниматься. Потому что чаще всего эта проблема не в том, что прям вот совсем некогда или совсем нет сил, а потому что нужно ещё потратить время на то, чтобы придумать, на то, чтобы собраться, на то, чтобы найти что-то нужное, особенно когда дома всего много. А я знаю, что у многих из вас прям очень много всего дома. Так давайте. Что касается развития речи у ребёнка с 3 до 5 лет. Первое. Обязательно много загадок. Много разных загадок. Причём эти загадки может задавать сам ребёнок вам, вы можете задавать ребёнку. Кстати, знаете, что ещё не сделала пометочку, что это видео я снимаю для родителей относительно нормотипичных детей. То есть если у вас ребёнок всё в порядке разговаривает, и вы думаете, а что делать дальше? А как дальше речь развивать? Потому что речь — это тот процесс, который должен развиваться постоянно. Речевое развитие, оно должно быть всегда. Да, это очень важно для того, чтобы ребёнок адекватно потом проходил свою учебную деятельность, для того, чтобы ребёнок мог выстроить свои мысли. И мы думаем словами, мы думаем часто глагольными формами. И для этого нам нужно обладать определённым словарным запасом. А если у вас ребёнок ещё не говорит в этом возрасте, то на моём канале вы найдёте очень много видео про начальные этапы запуска речи. Поэтому здесь мы обсуждаем 15 функтов для развития речи у уже говорящих детей. И первое, то, что я уже сказала, это много разных загадок. Вы можете приобретать различные книги, вы можете заучивать загадки наизусть, вы можете воспользоваться услугами гаджетов, потому что, например, на нашей колонке, у нас Яндекс.Алиса, там есть специальный режим загадывания загадок. И Алиса загадывает загадки вашему ребёнку, он отвечает и, соответственно, развивается. А что даёт загадки? Загадки — это понятийная сфера. Если ребёнок не умеет отгадывать загадки, значит понятийная сфера не сформирована. Потому что для того, чтобы мне понять, что два конца, два кольца, посередине гвоздик — это ножницы, я должен сформировать в голове образ этих ножниц, для того, чтобы я мог догадаться. И каждая загадка, которую ребёнок ваш осваивает, она вносит свой вклад в копилку развития понятийной сферы. Поэтому обязательно очень-очень много загадок. Второй момент. Слаговая структура слова. Это то, что мы с вами делали. У меня есть отдельное видео на канале. Отстукивание, отхлопывание, чтобы ребёнок слышал, что в слове «паровоз» или «пароход», что там три слога. Мы с вами и сортировали. Посмотрите видео про слоговую структуру слова. Я там вам очень много намёточек давала, что можно поделать. Я сейчас объясню, для чего и как. Вы можете сортировать. То есть вы можете это сделать в виде игры, которую вы будете производить на столе. нарисовали. Один кружочек, два кружочка и три кружочка. И даёте ребёнку картинки со словами. Лев, кот, кит, сом, са, ва, лиса и так далее. Корова, собака. Чтобы ребёнок сортировал. Но это же можно сделать абсолютно не имея ничего под рукой. А просто ребёнок будет отстукивать и отхлопывать. Самые разные слова. Для чего это важно? Во-первых, это формирование и усвоение ритмико-мелодической стороны речи. Во-вторых, это в дальнейшем очень хорошо скажется на том, как у ребёнка будет развиваться фонометическое восприятие, на том, как будет развиваться его грамотность. Если у вас ребёнок не делает ошибок в слоговой структуре слова, то есть если всё хорошо, всё развивать в норме, потому что сама по себе слоговая структура слова развивается как бы в фоновом режиме. Ребёнок разговаривает, ребёнок слышит речь. И если слуховое восприятие развито адекватно, то у вас не возникнет проблем с тем, чтобы ребёнок экскаватор отхлопал. Просто вы проверили это. С трёх до пяти лет это очень важно проверить, потому что нам потом нужно будет учиться с ребёнком читать, ему нужно будет потом писать. И писать грамотно желательно. И слоговая структура слова в этом поможет. Если всё в порядке с ребёнком в этом плане, у вас получается не с ребёнком всё в порядке, а если всё в порядке с ребёнком на занятии в этом направлении, то вы это сделали пару раз, и потом вы можете об этом забыть, периодически, раз в месяц, раз в два месяца вспоминать, и похлопать, поиграть какие-то слова. Неважно. Мы вот, например, с Толей подбирали различные имена из какого-нибудь кино. Вот я помните, вам в сторис выставляла, как мы делали там «Гермиона», «Снич», «Палочка», «Гари» и в какую-нибудь тему поиграть. Всё отлично с этим? Забываем. Значит, всё хорошо сформировалось. Но если же нет, тогда мы делаем на это акцент. И вы можете ребёнку дать такую подсказочку, что поставь себе ладошку, сколько раз у тебя будет задевать подбородочек твой об руку. Ка-ро-ба. Потому что гласный нам нужно рот открывать для того, чтобы гласный произносить. И ребёнку, может быть, будет проще почувствовать, если он не понимает, когда нужно отхлопать, когда нужно отстукать. Это важно формировать для слухового восприятия, для фономатического восприятия. Это хлопать, стукать, формировать на кружочках, прищепки цеплять. То есть у вас есть какие-то карточки, картинки с животными, с ягодами, с цветами, вообще с чем угодно. Берёте са-ва. Сколько прищепок прицепишь? Две. Правильно. Две. Корово. Сколько прищепок? Три. Всё отлично. Лев, кит. Ну, это то, что мы с вами уже обсудили. Банан. Сколько? Две прищепки. Супер. Прошли это. Дальше. Третий петап. У нас уже появляются первые скороговорки, первые чистоговорки. Потому что в возрасте с 3 до 5 лет как раз должен сформироваться правильный артикуляционный уклад. Правильный с точки зрения произношения именно в русском языке. Потому что если мы говорим непосредственно про русский язык, то у нас есть определенные нормы произношения. Так же, как и в любом другом. И в возрасте с 3 до 5 лет как раз к 5 годам. Раньше считалось, что в 4 года ребёнок должен уже произносить все звуки. И если он не произносит, особенно там свистящие, шипящие, или взрывные какие-то, сонорные, то нужно к логопеду. Сейчас почему-то норма сдвигается к 5 годам. Но что нам важно понимать? Если у ребёнка ещё не встали все звуки, не надо учить его читать. Потому что будут сложности потом с написанием. Будут сложности с тем, как он будет слышать звуки, как он будет сам себе их диктовать, чтобы писать. Поэтому с 3 до 5 лет мы обращаем внимание на чистоговорки. Просто скачайте себе их в телефон и периодически их проговаривайте на разные звуки. Первые скороговорочки, самые простые. Самые простые и элементарные скороговорки. Дальше. Четвёртое. Четвёртое же у нас, да. Четвёртое. Сторитейлинговые игры. Сторитейлинговые игры. Что это такое? Это навык составления рассказов. Это могут быть специальные игры. Повставляю вам сюда картиночки. Моя любимая для детей это «Жили-были», по-моему, от «Стиль жизни». Я её очень люблю. Она в виде ходил по бродилке. Ну, ещё вы там составляете истории. Но опять же повторяюсь. Сторитейлинговые игры тем хороши, что их можно воспроизводить абсолютно с любыми картинками, с любыми персонажами. То есть у вас есть какие-то фигурки для кукольного театра. У вас есть просто какие-то фигурки для сюжетно-ролевой игры. И вот с ними можно составлять различные истории. У вас есть картинки. Это специальные сюжетные картинки. Или это просто карточки. Тоже много видео на моём канале про карточки. Я вам показала, сколько игр можно с ними придумать. Когда вы берёте, например, картинки из разных категорий. Вы взяли животных и вы взяли, например, цветы. И вы рассказываете историю. У лисы был день рождения. К ней пришла собака и принесла незабудку. Потом к ней пришла корова и принесла тюльпан. И ребёнок запоминает и пытается воспроизвести эту историю. То есть это первый момент. Второй момент – это когда вы ребёнку даёте набор карточек. Например, дали какое-то животное, какой-то транспорт, какой-то фрукт, какой-то цветок. И ребёнок пытается все эти картинки объединить в одну историю. Чем отличаются сторителлинговые игры просто от того, что мы сочиняем какую-то историю? Сторителлинг – это что? Это когда история продолжается. То есть, например, вот в игре «Жили-были» или вот есть ещё бюджетная игра «Тоси-босси». Не смотрите, там маркировка, по-моему, 10+. Но если играть не по правилам, а просто использовать картинки с карточек, то можно, мы играем в неё с трёх лет, например, а я со своим ребёнком. То получается, что в сторителлинге я достаю карточку, придумываю с ней предложение. Следующую карточку достаёт ребёнок, и он должен повторить моё предложение. И с помощью своего слова продолжить мою историю. Потом я достаю карточку, и я вспоминаю своё предложение, предложение, которое было уже ребёнка, и ещё вот с новой карточкой продолжаю эту историю. Вот он сторителлинг. И это то, чем можно заниматься, и нужно заниматься для развития речи. Опять же, повторюсь, вот это одно из немногих в моём списке, для чего что-то понадобится, какие-то картинки, чтобы было визуальное подкрепление. Потому что из головы это брать достаточно сложно. Дальше, пятая игра. Моя любимая. Это то, что я вам говорю всегда на всех эфирах, по запуску речи, на всех ответах на вопросы, когда мы говорим именно про развитие речи. Это игра «Назови три». «Назови три», «Назови пять», «Назови десять». Это когда вы берёте какой-то предмет, и вам нужно назвать какие-то его три характеристики, например. Или какие-то три действия, которые можно произвести с этим предметом. То есть что здесь? Поставили ребёнку кашу на завтрак, и говорите, «А какая может быть каша? Назови три». И ребёнок называет, какая она может быть. Она может быть сделана из чего-то. Она может быть рисовая, пшённая, манная и так далее. Она может быть какого-то качества. Густая, жидкая, горячая, холодная, вкусная, невкусная, солёная, сладкая и так далее. «Назови три». А что можно сделать с кашей? Сварить можно с кашей, поесть можно кашу, забыть про кашу, пролить кашу и так далее, испортить кашу. То есть мы называем какие-то составляющие, какие-то действия, например, которые можно произвести с конкретным предметом. Или мы называем ещё предметы какие-то. А что можно добавить в кашу? Итак, про любой предмет. А что можно надеть зимой на улицу? Чем можно заняться зимой? Где можно кататься на санках? Или наоборот, обратно. Что бывает горячее? Что бывает красное? Назови три. Что бывает красное? Ну, это рубашка у меня красная, мяч может быть красный, карандаш может быть красный, фломастер, игрушка, машинка, всё что угодно. То есть вот эта игра, это то, что ты красная, и колоссально развивает речь, и эта игра никогда не устаревает. Потому что чем старше ваш ребёнок, и мы когда будем говорить про развитие речи после пяти лет, вы тоже там встретите от меня вариант этой игры, только она будет уже адаптирована на более старший возраст. И вот моему ребёнку 8 лет, мы до сих пор играем в одну из вариаций этой игры, и будем продолжать в это играть. Дальше. Шестое. Объяснять слова. Вот это то, для чего могут понадобиться карточки, то, что можно делать без карточек. Объяснять слова. Это, если мы говорим про готовые игры, это игры по типу воображарий, это игры по типу, по-моему, так называется, объясни слово, а попробуй объясни, от Las Igras на Simuland, 100 рублей цена вопроса, и причём там вот сейчас есть и новогодний формат этой игры, то есть объясни слово, то, что связано с Новым годом. Очень классно. И есть обычные слова. В чём смысл заключается этой игры? Нужно объяснить слово, не называя его. И есть более сложная вариация этой игры, когда там ещё указано, какие слова тебе нельзя называть, объясняя это слово. Это уже то, что мы будем с вами делать после пяти лет. Но вот сейчас просто объясни слово. Любую картинку ребёнку показали? Попробуй объяснить, что у тебя тут загадано. Это вот возвращаясь к первому пункту про загадки. То есть ребёнку нужно представить характеристики какие-то, увидеть их, вспомнить их, если это без карточки. И ребёнку нужно объяснить, а что это за слово. А мы так играли, например, с Толей в ванной. Когда я ещё смотрела, как он купается, он, например, там у него пена, и много-много-много разных машинок. Он любил купаться с машинками раньше. И он, например, берёт и прячет под пену машинку и загадывает мне, объясняет, а какую он машинку спрятал. Перечисляет характеристики. Или это может быть просто любое слово. Объясни. Спрячь какой-нибудь предмет и объясни. А как ты можешь это объяснить, загаданное слово? То же то, что будет прекрасно развивать. Дальше. Седьмое. Седьмой тип игры, ты угадай, кто? Это можно стикер на лоб приклеить с картиночкой, с наклеечкой. Может быть специальная игра. У меня игра есть такая в тематике Гарри Поттер. У меня есть игра такая обычная детская, где детские картинки, детские изображения. Чему это учит ребёнка? Это учит ребёнка формулировать вопросы, потому что я здесь должен спрашивать. Это, кстати, очень сложный навык. И есть дети, которые прям легко с ним справляются с этим навыком. Есть дети, которым дают сложно. Ко мне ходит мальчик, он прекрасно задаёт вопросы. Он понимает, что ему надо спрашивать. И я даже, например, сравниваю со своим собственным сыном. Вот мы с ним буквально вчера играли в эту «Угадай кто». И он когда понимает, что он не знает, что спросить, у него уже слёзы такие, да я не знаю, что мне дальше. И вы ему будете помогать своему ребёнку? А что можно спросить? Вот ты у меня уже спросил, я одушевлённый или неодушевлённый? Я съедобный или несъедобный? А как тебе ещё понять? А что же там такое у тебя? Это умение задавать вопросы. Потихонечку, полигонечку начинаем вот в этом промежутке с трёх до пяти, чтобы ребёнок учился, что он этим самым делает. Мысли свои пытается в порядок привести, пытается собрать какую-то информацию в каком-то предмете в одном месте. Дальше. У нас что идёт? Восьмой пункт – это сравнение. Очень важно уметь сравнивать. Я вам в Телеграм кидала файл «Сравни». То есть там, например, нарисован карандаш и нарисована ручка. И нужно посмотреть, чем они отличаются, а что у них общего. И тем и тем можно писать, например. Или там у нас что есть? Чем отличаются носки от колготок? Давай посмотрим. Или лучше сначала, да? А что общего у носков и у колготок? Мы их надеваем на ноги. Или они нужны для тепла, чтобы согреться. Или для красоты. А чем, давай, теперь они отличаются? Носки коротенькие, колготки длинные. Колготки надеваются на всю ногу. А носки только на часть ноги. И вы, соответственно, в эту тему углубляетесь. Дальше. Очень важно, чтобы у ребенка с 3 до 5 лет сформировалось правильное понимание и правильное использование слов «поэтому» и «потому что». Для чего это важно? Для того, чтобы у ребенка формировались четкие причины следственной связи. То есть он должен понимать, когда я использую «поэтому», «я не поел», «поэтому я голоден». Или «я голоден, потому что я не поел». Очень часто дети, кто ко мне приходит на диагностику, например, перед школой, ты смотришь, что в сентябре уже в школу, а не видят разницы между словами «поэтому» и «потому что». И если вы думаете, что это проблема только того, что ребенок не видит разницу между этими словами, то я вам скажу, что это ошибочно. Потому что если ребенок не чувствует разницу между словами «поэтому» и «потому что», у него будет страдать логика и страдать стратегическое мышление. Потому что он не будет выстраивать, он не будет понимать, а что, от чего и почему, зачем следует. Потому что сначала это должно произойти вот здесь, на словесном уровне. Дальше у нас с вами девятый пункт – слова на заданную тему. Вот дальше, когда мы будем заниматься развитием речи с пяти до семи, мы будем, например, называть слова не только на заданную тему, но и на заданную букву. Например, на игре «Соображали ум». Это можно встретить в школе на букву «М». И ребенок начинает думать, ну или в садике, на букву «М», а что такое? Это можно увидеть на кухне, а что такое? А вот, например, в этом возрасте с трех до пяти, если вы еще не давали буквы, если вы начали знакомиться с буквами в четыре года, то вы можете уже вводить эту игру. Как раз просто будете называть слова на заданную букву. Либо называть слова на заданную тему, неважно на какую букву. Перечисляем, перечисляем какую-то тему, поддерживаем какую-то тему, что можно увидеть на кухне, и называем какое-то слово. Опять же повторюсь, если начали учить буквы, в четыре года уже начали показывать буковки, то можете вводить на букву «А». Давай назовем слова на букву «А». И будем стараться вводить ребенка, чтобы он мог называть слова на заданную тему, на заданную букву. Это к пяти годам, то, что мы будем с вами осваивать. Дальше. Десятый пункт, очень близкий с тем, что мы занимаемся с вами звукопроизношением. Это сюда же. Звукопроизношение, логопедия, артикуляционная гимнастика. С трёх до пяти лет. Что? Отслеживаем. Как ребёнок дует, как ребёнок жуёт. Вот. Умеет ли ребёнок выдыхать длинной воздушной струёй и короткой воздушной струёй? Умеет ли он чередовать эти струи? То есть я как будто бы надуваю, да, вот вспомните, кто у меня был на марафоне по запуску развития речи. Я как будто бы надуваю большой шарик, а потом маленький, да, то есть я дую, а потом или. Мне надо надуть два больших шарика и один маленький. Значит, я как буду дуть? И делаем таким образом чередование артикуляционной гимнастики. Умеет ли ребёнок цокать, да, умеет ли ребёнок воспроизводить какие-то звуки, заниматься такой пародией на звуки. Например, умеет ли ребёнок говорить басом или пищать, как мышка, переходить на шёпот, да, подстраивать как-то свой голос, как-то его модифицировать. То есть то, с чем мы можем помочь ребёнку вот в развитии как раз артикуляции. Умеет ли ребёнок дуть в свисток, в дудочку, надувать шарики. Умеет ли ребёнок пускать пузыри через трубочку, пить через трубочку, откусывать, пережёвывать, да, это всё то, что будет также влиять у нас с вами на речь. Дальше у нас с вами двенадцатый, по-моему, да, пункт, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, да, двенадцатый пункт. Это согласование по роду, числу и падежу. К четырём годам у ребёнка должно сформироваться среди часто употребляемых слов правильное согласование по роду, числу и падежу. То есть вот к четырём годам папа пришла, уже в норме такого быть не должно. Оно должно уже согласовываться всё в голове. Мы не говорим про слова, которые ребёнок встречает редко или которые он только начал использовать, да, которые высокочастотные. Согласование, что банан, он какой, он вкусный, он жёлтый. И вот я вам показывала, сейчас минуточку. То есть, например, вот у меня в моём чек-листе диагностика речи, урок у вас был отдельный, диагностика речи ребёнка в четыре года. Да, и вот у нас тут есть согласование в роде и числе. Мы говорим ребёнку, да, вот здесь вроде бы всё жёлтое, но я ребёнку говорю. Покажи то, про что ты можешь сказать жёлтое. И, естественно, очень многие дети начинают путаться, а как это всё жёлтое. А я говорю, жёлтое, про что ты можешь сказать жёлтое. Вот она, жёлтое машина. Жёлтое дыня. Жёлтое шапка. Потом, а про что ты можешь сказать жёлтый. Жёлтый карандаш. Жёлтый шарф. Жёлтое ведро. Солнце и так далее. Ещё мы тут спрашиваем по числу. Про что ты можешь сказать жёлтое. Жёлтое. Вот они. Жёлтое бананы. Жёлтое листья. Жёлтое шорты. Да, вот здесь подобраны таким образом слова, чтобы ребёнок мог согласовывать. То же самое. На Simuland есть классная игра. Мой, моя, моё. Про что ты можешь сказать моя, про что ты можешь сказать моё. Да, это то, что мы будем с вами подбирать. А что у нас дальше ещё? Родительные падежи, да, нам нужно отработать. Чья половинка? Половинка чего? Половинка лимона. Половинка тыквы. Половинка груши. Половинка огурца. То есть, да, видите, достаточно частотные слова, особенно если всё это есть в вашем рационе. Половинка чего? Или кусочек чего? У тебя здесь есть. Дальше. Привожные согласования. Здесь у нас кто? В норе, в дупле, в берлоге, в пруду, в лесу. Там где пожар? В лесу. Мы не говорим в лесе. В гнезде, в норе, в конуре и так далее. Предложный падеж. На ком корона? На льве, на обезьяне, на сове. Чем будешь писать? Писать буду ручкой. Чем будешь вырезать? Ножницами. Чем будешь рубить? Топором. Чем будешь рисовать? Например, мелками. Чем будешь раскрашивать? Красками. Чем будешь поливать? Лейкой. Да, делаем акцент на окончании. И у меня ещё здесь есть вот такой файлик. Морковь кому? Зайке или зайцу. Банан кому? Обезьяне. Мёд кому? Медведю. Косточку кому? Собаке. Да, вот согласование. Это то, что не обязательно делать на пособиях, а просто обращайте на это внимание. И нужно не исправлять ребёнка, а вы говорите «да», и следом произносите правильно. Да, да. Куда мы положим это? В ящик, в шкафу, на кровати и так далее. То есть мы обращаем на это внимание, чтобы у ребёнка сформировалось правильное согласование. Дальше у нас с вами тринадцатый пункт. Если я напуталась с пунктами, потому что я могла напутать. Нет, не напутала. Тринадцатый пункт – это у нас слово «творчество». Это тоже то, что можно делать абсолютно везде и всегда. Множественное число образуем. У меня карандаш, у тебя карандаши. У меня, не знаю, там, палец, у тебя пальцы и так далее. Просто берёте и играете. А если много, вот идёте с ребёнком по дороге в садик. Вот, у меня одна конфета, а у тебя конфеты. Много конфет. Тоже и согласовывая. Также у нас слово «творчество». Что здесь у нас? Слово «образование». Уменьшительно ласкательных форм. Назови ласково. Рука – ручка. Заяц – зайка или зайчик. Мама – мамочка. А себя ласково назови по имени и так далее. Или здесь у меня, вот, например, в моём диагностическом пособии, что рука, ручка, ручища. Да, усы, усики, да, усища. Таракан, тараканчик маленький. Вот, тараканщик. Вот. То же самое слово «образование». Что и с чего сделано? Опять же, можно не иметь никаких специальных пособий. Вы сделали варенье из клубники. Вы говорите, варенье из клубники, оно какое? Клубничное. Варенье супчик мы сварили. Многие не любят, да, вот это говорить, что мы сварили суп из курицы, вон, курили. Не любите, не говорите. Скажите про варенье, скажите про пюрешку, скажите про мороженое, скажите про предметы. Банка из стекла, она какая? Стеклянная. Если у нас замок из камня, он какой каменный. Самолётик из бумаги, он какой бумажный. Шапочка из шерсти, она какая шерстяная. Бочка из дерева, она какая деревянная. То есть, занимайтесь словом образованием, словом творчеством. И дальше у нас с вами 14 пункт. Это игра, для которой вам понадобится мяч, а может быть и ничего не понадобится. Опять же, понадобится только ваш рот и ваше время, которое называется слово действия. Что это за игра? Игра потрясающе развивает речевое мышление и скорость этого речевого мышления. Я обожаю эту игру наравне вот с игрой «Назови три». В чем смысл? Вы, почему с мячом классно, чтобы моторика задействовалась, но можно без мяча. Вы кидаете ребенку мяч и говорите «корова». Он вам должен в ответ кинуть этот мяч и сказать, а что корова делает. Например, как она разговаривает. Корова мычит. То есть, он должен не «му» сказать, не «гав» сказать, если вы кидаете слово «собака». А как она говорит, да, «корова мычит», потом «собака», «собака лает», «кошка». И вы вот так играете в мяч. Или, например, что делает человек? Повар кидаете, повар готовит, строитель, пожарный, врач и так далее. И ребенок вам возвращает мяч. Либо это может быть до слова действия, это может быть слово признак. Какой? Мяч. Кидаете, говорите «мяч». Ребенок вам в ответ круглый или легкий, или прыгучий. Вы другое слово. Мороженое. Какая ключевая характеристика? Холодное и так далее. Дальше. Пятнадцатая игра. Мне кажется, что я немножко запуталась с цифрами, потому что у меня тут еще записано чтение. Но давайте сначала пятнадцатая игра. Про чтение тоже немножечко вам потом расскажу. Как у нас меняется чтение с трех до пяти. Следующая игра – ассоциации. Это то, что важно развивать уже, потому что мышление становится более образным, и нам важны ассоциации. Это тоже то, что можно поиграть с мячом. Например, вы называете какое-то слово, а ребенок вам в ответ ассоциацию к этому слову. Например, чем отличается от предыдущей игры? Когда я в предыдущей игре кидаю и говорю слово «врач», ребенок должен мне сказать, а что он делает. Врач лечит, например. А здесь ассоциация. Врач. С чем у вас ассоциируется врач? Не знаю, со скорой помощью, например. Или врач. Фонендоскоп или врач. Белый халат. То есть ассоциация. С чем у тебя ассоциируется слово, не знаю, там, полицейский, мигалки или вызов или еще что-то. То есть здесь ассоциация. Есть пилотон от Stellar. Я в этом году покупала за 120 рублей себе в кабинет. Уже не буду вставать, вам показывать. Вставлю сюда картиночку. На ассоциации. То есть это не непосредственное действие, не непосредственное описание какого-то предмета, существа, человека, профессии и так далее. А то, с чем у нас ассоциируется. Называйте слово «лето». С чем ассоциируется лето? К абстрактам очень классно подбирать ассоциации. Лето, бассейн, лето, море, зима, санки, зима, коньки и так далее. То есть вы подбираете именно ассоциации для развития образного мышления. И последним у меня здесь записано, я не пойму, то ли это 15-й пункт, и я где-то сбилась, то ли это 16-й пункт. У меня записано чтение. Это то, для чего непосредственно нужно будет что-то обязательно приобрести. Нам нужны книги или библиотеки брать. И чем отличается у нас чтение в возрасте до 3-х лет от чтения с 3-х до 5-ти? Во-первых, напоминаю вам, если мы до 3-х лет отдаём предпочтение рифмованным произведениям для формирования ритмико-мелодической стороны речи, то здесь мы должны перейти уже на более длительные рассказы. Рассказы, повествования, которые будут написаны не только простым примитивным текстом, где, например, картинка и одно предложение или два предложения, а где будут уже сложные речевые обороты и те лексико-грамматические конструкции, которые мы не используем в обычной жизни. Потому что зачастую мы говорим, упрощаем, мы это просто произносим простыми какими-то фразами. А литература, она помогает ребёнку услышать те слова, те выражения, те формулировки, которые он в обычной жизни не встречает, и обогатить его пассивный словарный запас. Ну и вообще, в принципе, чтение, я думаю, не нужно объяснять, для чего нам это нужно. Но что мы должны ввести? Обязательно отследите, чтобы у вас были какие-то интересные произведения, а возможно, это будет классика. Я вот очень любила, например, произведения Бьянки, вот особенно одна из моих любимых книг, это «Синичкин календарь». Это когда вы про каждый месяц читаете, например, да, вот там про июль, вот вы прочитали про август, что происходит с природой каждый месяц, что происходит с животным миром каждый месяц. Здесь очень богатый язык, вот у Бьянки очень богатый язык. Я думаю, вы знаете много таких произведений, много авторов, у которых такой превосходный и очень насыщенный, прекрасный наш великий и могучий русский язык. Прочтение. А как это вообще всё совместить? Вот я вам перечислила 15 пунктов. Читать, ну, желается на каждый день, да, читать. Остальные пункты. Разбейте по несколько игр, запишите себе вот два-три раза в неделю, вот сегодня за ужином я буду это делать. И прям шпаргалку себе, заведите себе традицию, например, пока вы готовите, и ребёнок чем-то занимается рядом с вами, и вы такие хоп-хоп-хоп, а давай куст-кусты, ложка-ложки, вилка-вилки, а давай с тобой поиграем на «Зови три», а давай с тобой посочиняем новые слова, а давай с тобой уменьшительно-ласкательные. Вот я говорю грубо, а ты мне говори ласково, да, и вот таким образом поиграем. А давай голоса поменяем, а давай из трубочки пузыри выпускаем, а давай шарики понадуваем. И распишите себе, вот я вам 15 игр предоставила, распишите их себе. Что можно поделать? Это пять минут, девчонки, пять минут вашего времени, но вы не представляете, в какую прекрасную картину, превосходную картину языка складываются вот эти вот минуты, которые вы можете в день дать своему ребёнку для того, чтобы развиваться. Я вот смотрю на многих даже взрослых людей. Ну что с речью? Ну что со словарным запасом? Ну печально всё. Поэтому не забывайте об этом. А потом я как-нибудь сниму уже в следующий раз видео, «А что делать дальше? А что делать после семи лет? После пяти лет? После десяти лет? А что нам с вами взрослым делать?» Я тоже часто заговариваюсь, потому что это достаточно проблематично вот так сесть и на камеру без сценария всё вам рассказать. Но работаю, тоже работаю над своей речью, чтобы не деградировать. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok